Ребята, всем доброе утро. Мы сегодня решили поехать в светофор, в магазин. Я лично не помню, что я там была. Мы по-моему не были, да, вообще ни разу. В общем, решили заехать, посмотреть, что там, какие товары, что-то нужно, не нужно. Миланке сегодня до двух часов занятия, но у нее получается где-то до часа, и потом репетиция. Тогда отменили у нас прощание с азбука, вот, и вот перенесли, по-моему, на эту неделю, опять же, под вопросом. Мы, в общем, репетицию возобновили, поэтому сегодня репетиция. И у нас до двух часов время есть, и мы решили съездить светофор. На улице у нас слякоть вообще, и дождь, снег, вначале дождь шел, потом таяло все, теперь снег прошел. В общем, болото, погода просто суперская вообще. Зашли в светофор, здесь, смотрите, есть краски для волос. Мне, кстати, краска для волос очень нужна, еще здесь даже посуда есть. Короче, я так понимаю, что здесь куча-куча всего. То есть, вот такой набор, 30 предметов, стекло, 2247 рублей. Бортовым, кстати, целиком. А есть еще вот такие кружечки. Честно сказать, нам любители. Они 162 рубля, такие кружки. Выглядит вот как-то так, вот этот магазин. Не самые сильные, но работающие. И сколько они сейчас? 240 рублей. Вот, митерстанция, 400 рублей. Все в куче. Да вообще, да. Набор для сварки пластиковых труб. Очень, кстати, выгодно, 600 рублей. Я брал в аренду, ну, покупать, когда мы делали трубы, я брал в аренду, где-то в сутки 150-200 рублей. Ну да. То есть, выгодно, где-то взгляд еще. Да. И смотрите, здесь жидкое мыло. Очищает, увлажняет кожу. Литр объем. И стоит, представляете, 27 рублей. Ну, мне кажется... Состав, наверное, вообще... Состав, наверное, вообще... Да, состав, конечно, обязательно. Ну, мне кажется, там ничего хорошего. За 27 рублей литр жидкого мыла однозначно. А есть за 50 рублей тоже мыло жидкое, зеленый чай. Вот такая упаковка с газатором. А, стоит 50 рублей. Антипаразитный шампунь для кошек и собак. 250 миллилитров, 57 рублей. Вот такой вот шампунь. Уж не знаю, насколько он хороший. Этот шампунь с натуральным маслом герани, ромашки. Эффективно борется с блохами, клесями. Слайм с шариками. 500 миллилитров. Очень большой слайм. 155 рублей. Цвета в ассортименте. В оранжевом, в красном, в зеленом, в изумрудном цвете. Блокнотики. Позитивные блокнотики. Да, в упаковке две штучки. 80 листов. 190 рублей. И такие вот расцветочки. Нашли, смотрите, алмазную мозаику. По номерам, 40 на 50 сантиметров, 381 рубль. Вот так выглядят, но они в ассортименте по всеверою. Она открыта, нормально. И они... А, ну давайте, да, вот это уже. Что ж, здесь мне ничего не понравилось. Такие доступные. Есть ли, если пока? Нет. А сколько? Что значит? Есть, смотри, любые. О, льонка классная. Давай льонка вайснам. Два льонка. Да, нахрите. Ну, найдем сейчас закрытую. Есть, смотри, подсолнутики. Нет, подсолнух не хочу. Нет, хочу льонка. Есть два лебедя. О, давай два лебедя. Или два льонка. Не знаю. Держи. Есть вот такой рисунок. Мафия. Париж. Есть. Ага. Да, как это... Два лебедя красиво. Вот они, опять, два лебедя. Кстати, можно будет спальню повесить. А еще льонка. Может быть, льонка. Может, смотри, есть еще вот такой париж. Ага. Ой. Есть два попугая. А ну-ка. Не, ну два попугая. Нет. Слушай, их так много, да, разных. Бабочка. Есть просто... А, это, видишь, они другие. Вот это вот именно по номерам, а мозаика. А это раскраска, смотри, цена даже другая. Нет, здесь, смотри, здесь получается, какой-то элемент ты делаешь мозаика, какой-то раскрасиваешь. Может быть, даже так и лучше, да. А там полностью мозаика. Да. Бабочки, да? Бабочки, Париж, Венеция, бабочки. Сейчас у меня все забавится. Фихуа протертая с сахаром, 570 грамм, 148 рублей, Краснодар. Это у меня мама любит вот это все перетирать. Можно не запариваться и купить состав. Смотрим. Ягода фихуа и сахар, представляешь? И все, ягода фихуа и сахар, больше ничего. Сахар. Вообще просто супер. Цена 148 рублей. Вот груша. Нет, это не груша. Очень хороший состав. Ну, а хурма здесь, конечно, вообще просто в плачевном состоянии. Посмотрите, полностью все прогнившие, черные точки. В общем, конечно, не вижу даже ценника, сколько стоит килограмм, честно сказать. А, вижу. Узбекская 62 рубля за килограмм. Цена, конечно, хорошая, но дело в том, что она вся, абсолютно вся гнилая. Это жесть. Даже плесь есть. Слушайте, ну вот такая у нас погода, все. И тает, конечно. Ту дождь, ту снег. Мы идем сейчас на Валберест. Нам нужно забрать подарочки к 8 марта. Заказывали. Миланки. Показывать не буду, я боюсь, что она вдруг увидит влог. Хотя она редко смотрит. Ну, всяко бывает, далеко. Давай, давай, открывай. Оп. Ой. Сейчас вынесут наши покупочки. Бери, бери пакетик. Нам все равно надо. Посмотрим. Ну, там один побольше, а два можно как раз так вот так вот проверим. Пришли домой. Папа поехал за Миланкой. Успели все сделать. Много чего купили в светофоре. Полностью обзор, что продается в светофоре. Все цены. Что-то вот мы сейчас распаковываем. Конечно, тоже много чего набрали. Смотрите на моем YouTube-канале «Мятный день». Ссылочка в описании под видео. Я туда частенько снимала видео, тоже разные обзоры делала. Что-то как-то не было времени снимать обзор и решила возобновить эту рубрику. В общем, «Мятный день». Заходите и смотрите. Хочу сказать, мы попробовали вот такой вот перчик горький. Он такой вкусный. Просто прелесть. Смотрим, конечно, состав. Также вот на моем канале «Мятный день» я делала обзор светофора. Читала состав везде, что стоит, что не стоит, на мой взгляд, брать. И сейчас мы, кстати, смотрите, протестировали слайм. Вот такой вот. Он в светофоре стоит 34 рубля разных цветов. Здесь вот мы взяли фиолетовый цвет и желтый. Желтый не открыли. Миланка сейчас придет и откроет. Мы с Ликой сделали вот такой вот фиолетовый. Он еще 20 минут должен стоять. Да, он еще минут 10-15. Много чего купили. Я могу сказать, что вот эти трубочки очень вкусные. Очень выгодная цена. А перец это просто прелесть. Обязательно, когда поедем в светофор, будем брать. Еще много чего мы купили. Я уже тестировала. Сейчас убрала в холодильник. Смотрите на YouTube канале «Мятный день». Короче, хочу сказать, мы были там впервые. И очень много товаров, за которыми хочется вернуться еще и еще. Так, ну а я сейчас готовлю кушать. Мы еще купили вот такую вот алмазную раскраску. Это два в одном. Рисование по номерам. И здесь рисование по номерам и алмазная мозаика. Они разные абсолютно есть. Мы выбрали вот таких вот розовых фламинго. Лика у себя в ТикТоке будет в прямой эфир выходить. И будет теперь раскрашивать, да? Да. Слушайте, картина классная. Она стоит 350 рублей. Но здесь еще входит в комплект деревянная рама, да? Подрамник. Да. Это вообще реально очень классная цена. И достаточно такая большая. Смотрите, 40 на 50 сантиметров. Еще зашли сейчас в Аки. Тоже взяли там необходимых продуктов. Печенька вот такая вкусная овсяная. Каша у меня закончилась. Мы, собственно, зашли за кашей. Надо Миланке варить кашку. В школу, когда идет, она очень удобна на завтрак кашу. Она как-то, знаете, с полусона и утром очень удобно кушать кашу. Потому что какие-то бутерброды, еще что-то. Очень много времени на это уходит. А с кашей намного быстрее процесс проходит. Взяли вот такую кашу. Она такая большая упаковка. Здесь 800 грамм. Молока взяли. Яблоки взяли. Лук. Картофель. Так. А это мы взяли продукты бабушки. Распаковали мы уже все-таки картину. И смотрите, как она выглядит. Очень красиво. Фламинго. Здесь два. Видите, одного нужно будет раскрасить по номерам. А этот именно. Фламинго будет сверкать. Да, алмазом. И вот в набор входят вот такие вот необходимые цвета для нашего фламинго. Яркие, красивые. Слушайте, картина. Очень-оченько такие деньги достойные. Прям просто прелесть. И, да, это сюда высыпать вот эти вот алмазики. Да. Ну и, собственно, вот эта лопатка, которой нужно их будет подхватывать и вот сюда наносить. Очень красиво. Очень. Миланки сейчас будем стекло клеить. Не подходит? Заказали Миланки. Не подходит. Стекло. В наборе два стекла. Через Алиэкспресс заказывали. А вы чего не до телефона специально не говорите? А я как может это не подходить? Видишь, жёлтая эта штучка, ровно по размеру стекла. А стекло чуть меньше, оно будет. Не уронил телефон. Ладно, всё, давай раздевайся с меня, поздравляли. Сейчас будем кушать. Твой, да, ты пусть сейчас он одет. Жёлтый. Поздравляли мальчишек, да? Это же мой. Смотрите, идеально. Просто идеально. Идеально. Посмотрите, как мило наклеено стекло. Просто идеально. Так, я зашла за краской. И я красилась вот недавно вот этой краской. Сейчас, наверное, возьму вот эту. Она ещё, смотрите, сейчас по скидке. Вот, жемчужный блондин. Вот. Вот такой вот прекрасный сапфир. Я под Новый год красилась. Сейчас возьму вот эту. Потому что вот эта, конечно, она прям сильная. Она для волос посильнее, чем вот эта. Так что возьму эту. Мила, ну как дела в школе? Хорошо. Подарки вернула подруге? Ничего она не обиделась? Нет. Нет? Сказала, что мама не разрешает косметикой краситься чужой. Она поняла, да, что не надо? Да, она поняла. Ну, хорошо. Что вы там сегодня обменивались теперь попытами? Ага. Понятно. К нам она должна, подруга, в гости прийти, да? Да. На днях. И девчонки будут обмениваться попытами? Или вы в школу понесёте? Обмениваться. Дома, когда придёт? Миланки, смотрите, сколько попытов. У Дайсии тоже, да, много? Да. Здесь у меня... Мы уже знаем, как тебе подарим. Она мне мой глаз и такого маленького человечка. А я ей такую маленькую и вот такой вот квадратик. Угу. Вот. Разве это не её попыт? Это попытка Ксюши. А, Ксюша, я помню, что ты вроде школы приносила. Почему они в школе постоянно чем-то обмениваются? А ты с Ксюшей сейчас дружишь или нет? Нет, нет, нет. О, так, здесь уже смотрите. Я тогда тебе подарила, она так сказала. В смысл ли там дырка? В смысл ли там дырка? Ага. Понятно. Мне больше всего нравится вот бабочка и ананас. Но ананас история такая особенная. Миланке сказала, Милан, ананасом не меняйся. Как бы, ну, в основном все попыты мы покупали просто там вот в ленте, в магазинах где-то как-то. А вот этот попыт, он, во-первых, если присмотреться, видно, как выбит ананас на каждом, да, на каждой штучке. И я хочу сказать, этот попыт мы покупали на набережной, мы гуляли. Ой, хороший клик от вас, послушайте. На набережной покупали в Сочи, вот, гуляли, очень классный вечер был. И, не знаю, просто как воспоминания об отпуске в Сочи. Класс? Угу. А вот этот мой самый нелюбимый. Он плохо кликает, да? Кое. Ну, понятно. Ну, в общем, вот этот мой самый любимый попыт, он очень классный ананас. И, честно сказать, его в магазинах я особо и не видела. Тем более, да, я вообще-таки, да, ананасики не видела. Тем более, вот такими выбитыми. Мы его еще, когда покупали, нам сказала тоже девушка-продавец, что он на самом деле редкий такой ананас, выбитый. А я там сказал по-другому, там приходил какой-то мальчик и говорит, о, вот, ты, значит, редкий. Вот так вот. Ну, да. Не, ну, он реально очень классный, да. Ладно, все, на этом наш локс не подходит к концу. Всем до завтра, всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok